МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Задача к исполнению. Члены правительства обсудили подготовку к мартовским выборам и исполнение государственных контрактов. Преодолевая себя, Чувашская общественная организация «Свобода» отметила свой третий день рождения. Праздник к нам приходит. Российский Дед Мороз побывал в Чувашии. Подготовка к мартовским выборам президента России и исполнение государственных контрактов. Ключевые темы еженедельного совещания членов правительства. Обо всем подробнее. Дмитрий Ковалев. Перед стартом избирательной кампании будущего года необходимо учесть каждую мелочь. Задачи для тех, кто отвечает за подготовку к выборам президента страны, определил указ главы республики. Постановляю органы исполнительной власти Чувашской республики оказать содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации, в том числе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Чувашской республики, проверки достоверности и содержащихся в подписных листах сведений об избирателях. То есть списки мы ежегодно корректируем, ежеквартально с представителем Центральной избирательной комиссии подписываем и представляем Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. При подготовке к выборам президента в республике опробируют и новые механизмы. Уже с 31 января многофункциональные центры в Чувашии, как и по всей стране, начнут принимать заявки о включении в список избирателей по месту нахождения. Указ устанавливает дополнительные гарантии в вопросах регистрации избирателя, в вопросах информирования о предстоящих выборах, обеспечения избирательной комиссии необходимым оборудованием. Поэтому, Михаил Васильевич, считаю, что указ полностью проработан. Члены правительства обсудили, как в республике исполняются государственные заказы. Количество закупок увеличивается с каждым годом. В том числе увеличивается количество участников на одну процедуру. То есть торги становятся более конкурентными. Если в том году 3,1 заявка на одну закупку была, то сегодня 3,3. Тем, кто не исполняет контракты в отведенные сроки, грозят неустойки. Ряд подрядчиков обязаны уплатить в бюджет более 20 миллионов. В реестр недобросовестных поставщиков занесено порядка 40 организаций и 12 индивидуальных предпринимателей. Наибольшая сумма неустойка по Новочебоксарску это СК «Гарант» исполнение контрактов автомобильной дороги 10-пятилетки. Тоже та же самая СК «Гарант» ремонт проезжей части улицы Советская. И компания «Регион» это по капитально ремонту средней общеобразовательной школы номер 2. Общая сумма 7,2 миллиона рублей. По городу Чебоксары, компания «ЛЗА» это строительная квартира дома по Игорьскому бульвару почти миллион рублей. Глава республики отметил, что готовясь к торгам, заказчики должны составлять качественную документацию. В конкурсной документации имеем право вписывать квалификационные требования, потом предъявление штрафных санкций и ряд других моментов. Поэтому, когда все это закладывается в конкурсную документацию, этот документ имеет юридическую силу. На планерке подвели и итоги визита делегации «Чувашии» в Крым. Чебоксарские предприятия наладят поставки электротехники на полуостров. Контракты уже заключены. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Реализация федеральной программы создания комфортной городской среды на этот год близится к финалу. Работы завершены более чем на 80%. Предварительные итоги обсудили участники всероссийского видеоселектора. Его провело Федеральное министерство строительства. Сейчас в большинстве регионов продолжается приемка работ. До конца года в стране должно быть благоустроено порядка 20 тысяч дворов и 220 парков. В республике тоже все идет по графику. Очень важный момент. Объекты благоустройства принимают и общественники. Именно они указывают подрядчикам на недочеты. Да, выявляются какие-то недочеты. Мы это ставим на контроль вместе с активистами Общероссийского национального фронта, с гражданами, в первую очередь, ради которых все эти работы делались. Я думаю, что в рамках гарантийных обязательств мы все недочеты, которые будут выявлены, исправим. Очень много согласований именно с населением. Обсуждались эскизные проекты. Потом, естественно, необходимо было соблюсти 44-й ФЗ, то есть провести аукционы, то есть отобрать подрядные организации. Естественно, произошел сдвиг по выполнению работ в сторону, так скажем, осени. И здесь определенные сложности с реализацией проектов было. Но в целом объем работ, который планировался выполнить в рамках финансирования за счет федеральных средств, республиканских и муниципальных, мы выполняем. В Чувашии в рамках программы будет благоустроена 71 дворовая территория и 14 общественных пространств. В следующем году в приоритетном проекте планируют принять участие уже все муниципалитеты республики. Администрации районов и региональный Минстрой сейчас согласовывают эскизы и план работ. В Чебоксарах подвели итоги реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. По плану благоустроить должны были 25 дворов и 3 общественных пространства. На эти цели выделили более 160 миллионов рублей. Сейчас все работы завершены, но по многим объектам есть ряд замечаний. Устранить их должны в ближайшие сроки, а до 10 декабря предоставить всю документацию заказчику, управлению ЖКХ. Отдельный список ошибки проектирования. Например, в некоторых дворах установили баскетбольные кольца, но не заасфальтировали площадку. Предусмотрели освещение, но без кронирования деревьев. К 20 мая все недоработки, все дополнительные работы мы должны выделить. По проектировщикам также возились-возились, с Чуваш-граждан проектом. Куча замечаний. Такое ощущение, что по части территории они даже не выезжали во дворы. Привести также претензионную работу с экономией средств. Глава столичной администрации напомнил, сейчас начата работа по формированию списков дворов участников на будущий год, и подобных ошибок быть не должно. Принять участие в обсуждении программы и высказать предложения можно в администрации Чебоксар до 21 декабря или отправить письмо по электронной почте. Глава Чувашия провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами районов и городских округов. Темой разговора стало освоение средств дорожного фонда, выделенных муниципалитетом на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию дорожных объектов, а также на организацию и обеспечение безопасности движения. С руководством Шумерли этот вопрос обсуждался во время личной встречи. Михаил Игнатьев напомнил недавно избранному главе администрации города, что работу необходимо ускорить. В общей сложности было выделено на эти мероприятия по формированию комфортной городской среды в пределах 21 миллиона. Деньги мы эти практически освоили. Сейчас просто на стадии завершения работы мы ждем фонари. Нам осталось установить освещение в парке и на некоторых дворовых территориях. То, что касается развития транспортной системы, у нас по этой программе выделено в пределах около 31 миллиона рублей. И здесь мы эти деньги тоже освоили. Один из вопросов, находящихся на постоянном контроле – выполнение майских указов президента страны. В 2017 году на повышение зарплаты работников дополнительного образования и культуры муниципальных учреждений направлено на 226 миллионов рублей больше, чем в 2016 году. В текущем году должен быть обеспечен рост заработной платы педработников общеобразовательных учреждений на 8%, дошкольных – на более чем 9%, учреждений культуры – на 20%, педагогических работников дополнительного образования – почти на 14%. Глава республики напомнил, чтобы регион мог рассчитывать на федеральную финансовую поддержку, все заданные показатели должны быть достигнуты. Не остался в стороне и вопрос ввода жилья в эксплуатацию. По вопросам этого года объем строительства многоквартирного жилья составил более 300 тысяч квадратных метров. Михаил Игнатьев поручил Минстрою Чувашии совместно с администрациями районов и городов усилить работу по достижению плановых показателей по вводу жилья. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Глава Чувашии подписал указ о почетном знаке «Материнская слава». Михаил Игнатьев подчеркнул, что учреждение «Указаны государственные награды» направлено на повышение роли матери в воспитании детей и укреплении семьи и станет свидетельством государственного и общественного признания заслуг матерей. В Чувашии у молодежи есть широкое пространство для реализации своих возможностей. Одноименный республиканский форум состоялся в минувшую субботу. Девять площадок, живое общение и конструктивный диалог с властью. Об этом в нашем сюжете. Сотни молодых лиц, креативных, предприимчивых и заинтересованных в саморазвитии. Для них организаторы форума предложили девять тематических площадок. Трудовое движение, наука, патриотизм, добровольчество, некоммерческие организации, предпринимательство, творчество. Творчество теоретической основой, с помощью которой им будет более понятней выбрать верное направление. Ведь что такое режиссура? Режиссура в переводе с французского – это задать надлежащее направление. Вот чтобы выбрать правильное направление, задать его и быть понятным зрителям, мы и проводим сегодняшнюю встречу. Живой интерес возник по поводу патриотического движения «Юна армия». Оно образовалось летом 2016 года при поддержке президента страны и по инициативе Министерства обороны. Цель детско-юношеского движения – патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. К слову, в каждом субъекте Российской Федерации есть местные отделения и их координаторы. Главное, для чего признано это движение всероссийское, это объединить все структуры, все организации, все органы, которые занимаются гражданским и военно-патриотическим воспитанием нашего населения. Это самое главное. Не нарушает традиции тех уже движений, которые у нас есть. Это юные казачества, это военно-патриотические клубы и другие организации, которые занимаются допризывной подготовкой граждан к военной службе. Форум собрал почти 800 представителей студенческой и работающей молодежи республики. Давали мастер-классы и делились полезной информацией на площадках 40 экспертов, в том числе из Казани, Москвы и Сочи. Все, это хороший контент, хорошая реклама и все хорошо. Если вам все время не нравится, на ребят не показывайте это клиентам. Активные участники диалога, лидеры студенческих движений продолжили общение на молодежные темы с главой региона Михаилом Игнатьевым. В ходе неформального разговора они делились впечатлениями о работе форума. Так, итогом работы площадки трудового движения стало решение возродить в республике медицинские отряды. Мы возрождаем направление медицинские отряды. Сегодня у нас были представители Министерства здравоохранения, были представители медицинского факультета Чувашского государственного университета и Чебоксарского медицинского колледжа. Нас это не может радовать, потому что медицинские отряды нам очень нужны. Они набирают полные обороты по всей стране. Для них проводятся также отдельные конкурсы. Мы хотим, чтобы не только другие направления представляли нашу республику во всероссийских каких-то проектах, но и медицинские отряды тоже. Молодые люди выступили с инициативой ввести возможность подачи документов на повторное. Через три года – в соискании специальной премии главы Чувашской республики. Сейчас награду за особую творческую устремленность можно получить лишь единожды. Я вот Юрий Николаевич уже давал задание, соответственно, вот с моей стороны нет никаких проблем. Ротация может быть, но на второй раз мы будем оценивать комплексно, какой результат получился от того, что вы уже первый раз получили. Глава региона подчеркнул, что правительство республики всегда в конструктивном диалоге с молодежью. Заручиться поддержкой молодые лидеры могут и на федеральном уровне. Я хотела бы, чтобы вы опирались в том числе и на мое плечо, потому что регион имеет будущее, если у молодых людей этого региона есть перспективы и есть поддержка. Награды за вклад в развитие и реализацию молодежной политики, а также дипломы победителям различных конкурсов вручили на торжественном закрытии молодежного форума, что наверняка станет дополнительным стимулом добиваться еще больших высот. Ирина Волкова, Рассиль Мухаммедов, Республика. Чувашская общественная организация «Свобода» вновь собрала друзей на праздничный концерт. С каждым годом неравнодушных к проблемам людей с ограниченными возможностями становится все больше и больше. Доступность услуг для инвалидов – это один из показателей здоровья самого общества. Об этом говорил Владимир Путин, выступая на итоговом форуме действий Общероссийского народного фронта в Москве. Зачастую именно сцена раскрепощает людей с особенностями здоровья. Так хочется, чтобы тебя приняли и поняли, ведь повседневная жизнь далека от театральной постановки. Все еще существуют барьеры в передвижении, общении. И только здесь, в кругу большой семьи, вместе с единомышленниками, можно чувствовать себя как дома. Мы не делимся на людей с инвалидностью и без. Мы все равны, все едины. И я всегда за то, чтобы люди общались между собой, чтобы не было каких-то границ между людьми и возможностями. Восторг. Восторг вызывает у меня вот эти люди, которые вроде бы ограничены в передвижении, да, и сила духа просто вызывает восхищение на самом деле. На протяжении трех лет организация «Свобода» помогает людям с инвалидностью стать сильнее, увереннее. За это время удалось создать мощную площадку для общения, организовать десятки культурных, спортивных, творческих мероприятий. Они с нами рядом, живут бок о бок, иногда и нуждаются просто в обыкновенном общении, в обыкновенном добром слове. И это очень важно, чтобы они не замыкались, и мы, наше общество «Свобода» предлагает всем ребятам выходить, общаться, разговаривать и приходить в наши клубы и на наши мероприятия. Преодолевая себя, многие ребята смогли не только раскрыть свой талант, но и добиться успехов в творчестве и в жизни. Таких примеров множество. Ольга Посеева приехала из Йошкар-Алы. Недавно она стала победительницей межрегионального конкурса красоты «Мисс Свобода-2017». Инвалидная коляска никак не помешала ее взлету. Будьте смелее, увереннее и покажите себя такой, какой вы есть, не стесняйтесь себя. Вера в себя и поддержка со стороны – важные составляющие жизненного успеха людей с ограниченными возможностями. Это хорошо понимают все члены общественной организации, поэтому у нее такое горящее название – «Свобода». Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Арына Гавилян, Республика. «Синяя птица» – мюзикл с таким названием поставила творческая группа столичной гимназии номер 5. И только небо от себя поманит синим взмахом ее крыла. Ученики пятой столичной гимназии, как и в песне «Синяя птица» группы «Машины времени» отправляются на поиски птиц и счастья. «Лети за мечтой» – так звучит слоган мюзикла, который подготовила творческая команда гимназии в честь ее 10-летнего юбилея. «Это чисто проект, не профессиональный, но задача и цель была подумать, почему мы с такой радостью ходим в свою гимназию, чему она учит. Это все объединяет. Цель объединения и понимания, как нам дальше, на следующее десятилетие идти». С целью объединиться организаторы справились. Ученики, преподаватели, родители и даже выпускники вместе шили костюмы, писали сценарии, режиссировали. А некоторые родители не только помогали за кулисами, но и сами вышли на сцену. «Я играю роль самого себя. Я играю роль отца. Отца, который всеми своими силами пытается защитить и направить свою дочь, своих детей в этой жизни. И говорит ей о том, что он всегда будет с ней рядом». Но все же главными героями мюзикла стали ученики гимназии. «Я играю в этом спектакле гаджета. Ну, это как бы очень злобная роль. Ну, не так уж и злобная. Но я там не хочу, чтобы дети нашли и отыскали синюю птицу, потому что они будут вредить городу. Но на самом деле это не так синяя птица. Это счастье для людей». «Я хочу рассказать о том, как живут гимназисты в более волшебном формате. И донести то, что счастье доступно каждому человеку. Не нужно никуда идти. Счастье всегда оказывается перед нами». От классики до тяжелого рока зрители ощутили весь спектр разных музыкальных жанров. Веселились, смеялись и даже проследились в трогательных моментах. А ученики пятой гимназии показали себя не только как актеры. Например, ученица 11 класса Настя Анишина выступила в роли хореографа мюзикла. «Мне очень нравилось работать с детьми. Тем более, это практически мои сверстники. У нас очень дружный коллектив, большая масса народу. И, соответственно, были трудности, было много преград, которые нужно было пройти на наши дети замечательные. Они нас слушаются, хотят творить. Ведь все это благодаря нашей гимназии. Я думаю, все получилось. Мы хотели, мы старались». Две недели постоянных репетиций не прошли зря. Мбурный аплодисмент и лучшая награда артистам. Кстати, теперь такие спектакли планируется ставить ежегодно. «Мечтай, не отступай, и сердце к ней идти». Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Российский Дед Мороз побывал в Чувашии. Сказочный волшебник из Великого Устяга приехал к нам впервые. Пробал всего один день, но успел немало. Первым делом он наведался к своему коллеге, чувашскому Деду Морозу Хельмуджи и его внучке Юрпиге. Встретился с детьми и их родителями в Ледовом дворце Чебоксары-Арена, а вечером зажег огни на елке возле одного из торговых центров столицы. В своем плотном графике дедушка нашел время, чтобы пообщаться и с юными журналистами нашего телеканала. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Как звать величать? Валера. А я Дед Мороз. Вот и познакомились. Волшебник рассказал, что ему предстоит объехать всю страну, от Калининграда до Владивостока, осмотреть свои владения, проверить, везде ли наступила зима. Лично поздравить тех детей и взрослых, которые в него искренне верят. А еще Дед Мороз поведал, что летом ему тоже некогда отдыхать. У ребятишек-то каникулы начинаются. Многие ко мне приезжают. А мы уж с ними по вору волшебному гуляем. Хороводы водим, песни поем. Гуляем да веселимся. Несмотря на солидный возраст, Мороз Иванович очень активный и очень быстро ходит. Наш оператор еле успевал за ним. Буквально несколько минут, и он уже на площади поздравляет чебоксарцев. Здравствуйте, мои хорошие. Вижу, с самого утра гуляйте да веселитесь. Правда? Да! Этого дня с нетерпением ждали и дети, и взрослые. Писали ему письма, готовили стихи. Месяц ждем. Он письмо пишет, подарки ждем. И верим, что Дед Мороз есть и поможет, да? Я каждый год пишу Деду Морозу письма, и все мои желания сбываются. Что он подарил мне? Куклу? Вы знаете, что у Деда Мороза это самая любимая письма. Расскажу. Расскажите. А вот Дедушка Мороз, я же за ним подглядываю. Нет в году такого дня, чтобы похож был на тебя. Этот день особый, ласковый и теплый. Дед Морозом поздоровались, похлопали. Настроение замечательное. С наступающим Новым годом, всем здоровья, всех земных благ. И все желания, которые они сегодня загадывают, пусть они у всех сбудутся. Все самые добрые желания и мечты обещал Дед Мороз обязательно сбудутся в новом 2018 году. И рассказал, что в следующем снова приедет к нам в гости, чтобы зажечь огни на новогодней елке. Все, все жители города славного Чебоксары, всей республики Чувашия, спешу поздравить вас лично с наступающим Новым годом. С порой, когда исполняются самые заветные, самые добрые желания, когда случаются чудеса. Так пожелаю вам в году грядущем много-много чудес, много хорошего настроения, тепла и уюта в ваших домах, много здоровья, чтобы на все сил хватало. Будьте счастливы, мои родные, с наступающим 2018 Новым годом! Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Нарушением закона с 25 ноября считается неиндексация алиментов. Раньше работодатель был обязан индексировать алименты сотрудника только по требованию судебного пристава. После вступления в силу закона номер 321 ФЗ данная обязанность будет возложена на работодателя и в случае удержания из зарплаты периодических платежей на основании копии исполнительного документа, направленного работодателю судебным приставом-исполнителем. Неоднозначная ситуация сложилась с работающими мамами малолетних детей. По закону они могут получать пособие по уходу за ребенком и работать неполное рабочее время. Загвоздка в том, что закон не дает четкого определения неполного рабочего времени. Бывали случаи, когда женщины получали и пособие, и полный оклад, сократив рабочий день на 5 или 10 минут. Ситуация изменилась после того, как Верховный суд Российской Федерации признал неоснованной на законе выплату работнику пособия в ситуации, когда он продолжал трудиться с сокращением ежедневной продолжительности работы на 5 минут. В приведенной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника. Однако вопрос, сколько могут работать мамы во время отпуска по уходу за ребенком, остается открытым. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.